На выставке была представлена продукция предприятий нашего региона, а также проекты, реализуемые в сфере промышленности и сельского хозяйства. В частности, большой интерес вызвала экспозиция, посвященная формированию в регионе промышленных кластеров, инвестиционным проектам, ориентированным на импортозамещение. Они предполагают замену зарубежной продукции качественными отечественными аналогами во многих отраслях. В их числе агропромышленный комплекс, производство стройматериалов, медицинских препаратов. Также гости мероприятия ознакомились с инвестиционным импортозамещающим пакетом проектов сферы АПК, направленных на расширение производства молока, овощей, картофеля, другой сельхозпродукции, ее хранения и переработки. Ну а тема антикризисной программы регионов стала во главе стола. У нас принят антикризисный план. Сейчас ведется обсуждение его в различных профессиональных сообществах, общественных организациях, с тем, чтобы уже выработать конкретные региональные законы, которые будут направлены на снижение нагрузки на бизнес, в том числе малый бизнес, аграрный бизнес и так далее. И выработанные проекты нормативных актов правительства. И мы предполагаем, что к 1 апреля они уже будут приняты. Все то положительное, что есть в Рязанской области, мы будем стараться распространять на другие регионы. Очень заинтересованно прошли заседания комитетов по обсуждению проблем Рязанской области. И доклад, с которым выступил губернатор, заместитель областной думы, и та выставка, которая, это наглядно, это не слова, это не бумаги, это то, что можно потрогать руками, увидеть цифры, увидеть развитие, говорит о том, что они молодцы, они много сделали. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выставку достижений земли Рязанской оценила положительно и отметила, что за последние годы Рязанская область поднялась в рейтинге по сравнению с другими регионами практически по всем позициям. За последние годы Рязанская область демонстрирует такое поступательное, последовательное экономическое и социальное развитие. Считаю, что в Рязанской области наработаны хорошие практики в ряде сфер. Они молодцы, что они основное внимание сосредоточили на диверсификации экономики, на поддержку и развитие реального сектора экономики, это и промышленности, и сельское хозяйство, и другие сферы. Валентина Матвиенко также поинтересовалась политикой сдерживания цен и мерами, которые предпринимаются в регионе для ее реализации. Губернатор Олег Ковалев сообщил, что цены в Рязанской области удается сдерживать за счет комплекса мер. В течение четырех или пяти лет мы были все время в десятке регионов России по темпам создания количества малых предприятий. Сегодня людей, занятых в малом бизнесе, у нас составляет 9% от трудоспособного населения. Европейская норма где-то 11%. И мы считаем, что здесь мы уже ту нишу практически выбрали. Да, мы будем продолжать еще создавать малые и средние предприятия и поддерживать создание малых и средних предприятий. Но основной акцент поддержки мы переносим сейчас на развитие действующих предприятий, которые уже доказали, что они умеют производить качественную продукцию, конкурентную продукцию и умеют ее сбывать, умеют организовать производство. Валентина Матвиенко, подводя итоги, заметила, что в Рязанском регионе созданы условия для реализации более 100 инвестиционных проектов с объемом более 250 миллиардов рублей. Рязанская область имеет хорошую стратегию развития до 2025 года. Также сейчас завершается формирование антикризисного плана, который проходит обсуждение. Главное, что нет никакой паники, никаких крокодиловых слез. Есть уверенность и стремление добиваться поставленных задач. Заявила спикер.